Донецк Залпового огня, в том числе по населенным пунктам, в частности по Донецку. Сейчас мы находимся в Буденновском районе. Здесь упал ураган, перебил водопровод, поэтому воронку расширили, ее раскопали для того, чтобы начать ремонт. Коммунальные службы работают достаточно быстро, сразу после обстрела, хотя взрывы еще гремят. Фактически это документальное доказательство того, что обстрелы не прекращаются. Вот здесь живут люди, это жилой сектор, частные дома. Сейчас они убирают, ликвидируют последствия этого обстрела. Это был кассетный боеприпас, разбросало по большой территории, многие из них не разорвались. Поэтому есть фактические доказательства того, чем бьют украинские военные по Донецку в эти минуты. Никаких признаков отвода тяжелой техники от линии противостояния на данный момент нет. Продолжаются обстрелы и Донецка, и очень активно бьют по Горловке и Докучаевску, и многим поселкам, которые непосредственно прилегают к линии фронта, но и к тем поселкам, которые де-факто находятся в тылу. Но даже вот Буденновский район Донецка обстреливался крайне редко, он далеко от линии противостояния. Тем не менее, сюда сегодня утром ударили. Здесь, конечно, надеются на мир, на то, что будут действовать минские соглашения, но пока мы не наблюдаем попыток выполнять то, о чем договорились в Минске со стороны украинской армии. Ольга. Да, спасибо. На прямой связи из Донецка был наш специальный корреспондент Николай Долгачев. Продолжение следует...